Очередной бизнес-завтрак состоялся в Люберецком каворкинг-центре. На этот раз предпринимателям рассказали о программах кредитования и мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. А также провели для них увлекательный командный тренинг. Каждый предприниматель при развитии своего бизнеса так или иначе сталкивается с получением кредита. А что оставить банку в залог? Это становится основной проблемой. Для того, чтобы помочь коммерсантам, в 2009 году свою работу начал Московский областной гарантийный фонд. Он предоставляет поручительство коммерческим банкам за представителей малого и среднего бизнеса. У нас на сегодняшний день 47 банков-партнеров. Мы достаточно сильная организация. У нас капитализация больше миллиарда рублей. Каждый год из бюджета Московской области, из федерального бюджета нас пополняют. Обеспечиваем возможность все большему количеству предпринимателей получать кредиты в коммерческих банках. Такую мощную государственную поддержку предпринимателям в нашей стране осуществляют лишь в нескольких регионах. Всеми преимуществами такого попечительства уже успели воспользоваться руководители компании «Пихорский текстиль». Елена Терешкова поделилась с коллегами своим личным опытом. Во возрождении был первый опыт доставления нам кредита на 5 лет. И в первую очередь модернизация технологического оборудования. Мы провели, уже выводили этот кредит. Сейчас мы взяли еще на миллион еда, еще один кредит взяли. И таким образом фонд нам помог. Неформальная обстановка бизнес-завтрака поспособствовала доверительным беседам между участниками. Предприниматели рассказали о своих проблемах кредитования, с которыми им пришлось столкнуться в работе, советовались и обменивались опытом. Наша задача поддерживать предпринимателей. А для этого что делать? Каким-то образом вести разъяснительную работу, пропагандистскую работу, вовлекать банковское сообщество, всевозможные фонды, взаимодействие с надзорными структурами, и бизнес-сообщество, и всевозможные надзирающие структуры, и все структуры, которые способны каким-то образом помочь с точки зрения финансирования, работали открыто, люди друг друга знали, и был бы переток информации от одних к другим, чтобы была такая взаимопомощь. В Люберецком каворкинг-центре часто проходят семинары, курсы и тренинги. Вот и в этот раз представители местного бизнес-сообщества ожидала насыщенная коучинг-программа. Резидент учреждения презентовала руководителям предприятий новую модель командного мышления. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.